И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вескер, голос который озвучивает для вас игры на нашем канале. И сегодня нас с вами ждет Литл Китти Биг Сити, но раз я с вами здесь, значит здесь будет не только озвучка, иначе я бы не появился здесь перед вами. Сегодня я хочу, во-первых, еще раз сказать всем спасибо, ребят, кто поддерживает мой канал, кто смотрит меня, и самое главное, почему же все здесь собрались, кто подписан на меня. Нас с вами сейчас более трех тысяч человек на канале. Давайте же сегодня насладимся прекрасным игровом фильме Литл Китти Биг Сити с жизнью маленького котика, а точнее его возвращение и путь домой. Через какие-то трудности он прошел, с кем познакомился и чисто как отдыхает. Ну и конечно же, ребят, приглашайте друзей. Чем нас больше, тем веселее. Ну а я больше не буду затягивать. Отправляемся в прекрасный, маленький, счастливый, красочный мир. С русской озвучкой, с русским текстом. Но я обязан сделать это в акцент. Кто вам еще такое озвучит, ребят? Такую красоту? Только у нас. Больше нигде не найдите. Ну что ж, погнали. Ах, как хорошо быть котиком. Отдыхаешь себе, мурлычешь на солнышке и подтягиваешься. Ааа! Шазан! Нет! Отпусти, мой ворони, зад! Ты кошара! Ух! Вежев? Отлично! Гуден танк! А где я нахожусь? Что это за место? Интересный райончик. Я никогда здесь раньше не был. Что за чарующий запах? Надо проверить. Может что-то вкусненькое? Нет, всего лишь ботинки. Точнее, тапки. О, теперь я чёрт работаю. О, теперь я чёрт работаю. Ну-ну-ну! Ну-ну-ну! Если это не летающая кошка, а? Что я тут вообще забыла на моём районе? Ты со мной разговариваешь? Ну, я не вижу других маленьких кошек, внезапно загрызающих невинных ворот, их задницу прямо в воздухе. Это были вы? Мне так жаль. Понимаете, это был несчастный случай. Авария, да? Похоже, вам нужно больше практик полётов, сэр. Но на самом деле я не умею летать. И вы никогда не будете с таким отношением к полётам относиться и летать. Давай, просто раскрой свои крылья и следуй за мной. Но я не умею летать. У меня даже крыльев нету. Что за вороны пошли в наш век? А это куда ведёт? Я так разжирел. Надо сесть на диету. Добрый день. Я смотрю, у вас затруднительное положение. Позвольте, я вам помогу. Сначала мы разольём эту и смесь этих и этих. Сочетание бежевого и красного дарует нам прекрасный розово-бежевый цвет. Это сочетание позволит вам стать великим художником. А теперь добавим немножко тёмной палитры. Немножко тёмненького позволит вам стать гением. Видите, сэр, очень легко и просто. А теперь извините, мне пора дальше покорять кошачий мир. О, мячик. Что я могу с ним сделать, только вот так. Я, конечно, не Роналдо, но я отличный подающий котик. О, уточка. Я возьму тебя с собой. Может, пригодишься. Продам, чтобы вернуться домой. Какой красивый город. Здесь только место для уточек. Надо выбрать подходящее место. Может, есть какой-нибудь храмик с утками. Было бы здорово. А-а-а! Эй, потише вы там! О, честное слово. Эти грёбаные собачьи сучары думают, что улица принадлежит им. Итак, вот ты где. Почему ты так долго? Ты забыл махать крыльями, что ли, а? У меня нет крыльев. Я не пегас. Что? Тогда как ты летал и сжрал мою задницу с вами когтями. Я не летать. Я падать. Я упал со своего места. Под окном и теперь я здесь, внизу. Так. Но если ты не умеешь летать, как ты планируешь вернуться обратно туда? Куда? О, бля. Ты в затруднительном положении, не так ли? Дай подумать. Эврика! Я понял. Как насчёт того низшего формы полёта, которыми вы, бескрылое создание, занимаетесь? Там, с пыхтением, кряканьем, отдуванием и... Когтями? Ты имеешь в виду скалолазание? Точно! Именно это я хотел сказать. Я не уверен, что у меня есть энергия для лазанья. Я уже проголодался, ослабел, когда упал. Итак, если у дружелюбной вороны по соседству была бы прекрасная, сочная рыбка, а? Неужели? Тогда это приведёт нас к знакомой теории вороны. Спрос и предложение. Я помогу поставить одну вкусную рыбу, полной энергии, которая тебя заполнит. И я буду требовать с этого 25 блестяшек. А что такое блестяшки? Вы должны знать, что Шайнис — это блестяшки, ведь так? Это блестящие безделушки, которые вы находите спрятанными повсюду. В кустах, на выступах, иногда под дорожными конусами. И они ценные? Ценные? Они бесценны! Но... Разве я не должен получить рыбу 25 штук за 25 блестяшек тогда? Я сказал бесценны! Я имел в виду бесполезные! Опасные даже! Всем, кроме ворон, товарищ! На самом деле, они не должны валяться по городу в таком виде. Они могут кому-то навредить. Так что, если вы соберёте 25 Шайнис-блёски, я смогу избавиться от них очень ответственно. Мы будем героями! А потом я получу рыбку? Конечно! Я в деле. Я нашёл блестяшку! Я кот! Я ищу блестяшки! Ещё одна блестяшка! О! Привет! А-а-а! Свежее лицо! Вы пришли... Посмотреть на птичек? Я никогда раньше не видел их так близко. Не без стекла, а на пути. Домашняя кошка. Это всё объясняет. А могу ли я стать к ним ещё ближе? Вы можете? Да, определённо можете. На самом деле, вы даже можете держать их. Хитрость в том, чтобы подкрасться к ним, не напугав. Тогда ты прыгаешь внезапно и атакуешь их! Это застало меня врасплох. Всё лучше, что можно сделать в прыжке, малыш. Но они довольно осторожны. Конечно, достаточно осторожны, чтобы избежать маленькой кошки, которая, по их мнению, может оставить их без головы. Тем не менее, я полагаю, что всегда есть предложение о хлебе. Ээээ... Предложение о хлебе? Предложение о хлебе. Это работает следующим образом. Первое. Достань хлеб. Второе. Используй хлеб для качества приманки для птиц. И третье. Внезапно атаковать! Хорошо, понятно. Хлеб плюс птицы равно лавля. Но у меня... Но у тебя не есть какой-нибудь хлеб, который я мог бы одолжить? Увы, нет. Хлеб готовят люди, а не кошки. Это у них в карманах. В портфелях даже зажато в руках. Делает ли это его... их собственностью? Временно. Но он может стать твоим, если вы овладеете искусством путаться под ногами. Искусство... Только пройдите по их ногам, когда они захотят. Когда они замешаются, хлеб упадет. Спасибо за совет. Поймать птичку. Надо найти птичку. Здесь столько птичек. О! Кто это просил? Это надо вернуть, а место. Надо положить сюда. Что тут у нас? Вкусняшка. Я возьму вкусняшку. А тут-то на что? Бонус. Я возьму бонус. А здесь... Здесь вкусняшка. Я положу вкусняшку. Потенциальная птица. Потенциальная птица. Иди к папе. Я тебя... Ой, она улететь. Ну это... Ладно, не страшно. Тут еще парочка есть. Черт, они заметили. Надо быть поосторожнее. Вот тут одна есть. Может, получится. Я новичок. Но я кот. Это в моей крови. Надо попытаться. Иди ко мне. Я... Поймать тебя. Голод. Помочь мне поймать птицу. Я поймать птицу. Она моя. Я поймал птичку. О. Попробуем. Может пригодится. Добрый день. Я сделать это? А, ты быстрее, чем кажешься. Спасибо. Я думаю. Я ценю, что ты... Забросил это дело. Это строго район. Поймай и отпусти. Ну а что еще мне с этим делать? Не открывать же им головы, как русские коты. Ха-ха. Да, и то верно. Вполне. Кстати, держись за эти перья. Я слышал, некоторые животные любят их собирать. А вы уверены, что птицы не против этого? Знаешь что? Это никогда не появляется. Но вы, вероятно, немного напряжены после всей этой стачки. Попробуйте эту технику расслабления. Это большая растяжка. Это большая растяжка. Это большая растяжка. Вы можете использовать ее. Спасибо большое. Увидимся еще, малышка. Так. Надо взять еще птичек. Чем больше птичек, тем больше вкусностей. И тем больше перьев я смогу получить. Надо быть повнимательнее и аккуратнее. Иди к папе, птичка. Я взять птичку. А где перец? Ага, перышко. Иди ко мне. Надо найти блестяшки. Птицы любят блестяшки. А значит, у птиц есть блестяшки. Надо попытаться добраться до блестяшек. Здесь есть блестяшка. Блестяшки. Я смогу вернуться домой. Так. Мячик. Я могу его использовать. Но я не могу его тут протащить. Надо его провести. Ой. Ой. Сюда. Потом сюда. Да. Иди сюда. Этот плохой человек пытался пнуть мячик от меня. Но я смог спасти мячик. Котик сможет забить мячик. Котик делает пас. Вперед. Почти. Есть. Я котик-гений. Надо изучить райончик. Надо выпросить мусор. Мусор это плохо. Надо заботиться об экологии. Иди ко мне. Я тебя поймать. Птичка. Ты моя? Я хочу птицу. Вкус птицы. Птица моя. И перышко мое. О. Там кто-то есть. Там кто-то застрять. Но надо сначала прибраться везде. Давайте пойдем поближе. С высоты безопаснее. О, коробка. Я люблю коробки. Это как домик. Безопасно. И мило. Добрый день, сэр. Э, почти достал это. Просто еще чуть-чуть. Больше. Ага, есть. Взять. Молодец. Давай. Теперь, чтобы уйти отсюда. У вас там все в порядке, сэр. Еще мгновение назад. Да. Попасть внутрь было легко. Поэтому я предположил, что и выйти будет тоже так же легко. Вам нужна какая-нибудь помощь, сэр? Позвольте мне попробовать еще кое-что. Я готов принять помощь прямо сейчас, пожалуйста. Если я застрял здесь, вы можете подтянуть мой зад? Спасибо тебе, мой маленький черный друг. Всегда пожалуйста. А что вы там делать, сэр? Я искать перья. Для моего нового изобретения. Я увидел что-то блестящее в трубе. Я предположил, что это должно быть знаменитый памятный медальон Гекку. Из-за перевернутого коллекционного издания. И что ж, я войти туда. А зачем вам это предполагать? Я проявил успех с мыслями. Сработало ли это? Ну, нет. Но представьте, если это было. Зачем тебе понадобились импорты коллекционной Гекку? Штуковина. Именно в этих медальонах есть странная ошибка, из-за которой Гекку выглядит как странное морское чудовище, подвергшееся воздействию ядерной радиации. А не как большой Гекку, подвергшийся воздействию ядерной радиации. Они стоят целое состояние. Но это оказался нормальная блестяшка. А потом я застрять. Ты хочешь блестяшку? Пожалуйста, сэр. Ау, держите. Спасибо. А, вы говорили, что вы изобретатель. Я так и сделаю. Я люблю решать задачи. Некоторые животные даже говорят, что я придумываю новые задачи, чтобы потом их решать. Это так грубо. Грубо? Нет, это комплимент. Например, когда они скажут, О, дорогой, это потребует некоторого привыкания. Или, Тануки, ты действительно не должен. Или, я не знал, что енот может нарушить столько времени и пространства. Ну, ладно. На самом деле, последнее было довольно грубо. Явно Тануки, а не енот. Понимаете? Это маленький медведь с длинным полосатым хвостом. Видимо, некоторые люди думают, что они похожи на Тануки. Но я сам не вижу этого. Ведь Тануки это собака своеобразная, енотовидная. А над чем вы сейчас работаете? Все это очень волнующе. На самом деле, именно поэтому мне понадобится... Погоди. Ты пахнешь перьями. У вас должна быть мигрень. У тебя где-то при себе есть перья. Я это знаю. Хотя одному черту богу известно, где ты их хранишь. Эти? Я знал это. Ох, как волнующе. Дай мне, дай мне, дай мне. Упс, я забыл о хороших манер. Пожалуйста, дай мне. О, конечно. Ой, спасибо, спасибо большое. Принеси три пера для Тануки. Теперь вы хотите увидеть классное изобретение. которое искажает пространство-время. Вот. Магия енота... Тануки инженерии. Колдуй, колдуй, открывай. Эйнштейн парадокса замемляй. Классный портал, да? Угадай, куда он ведет? В канализацию? Уже нет. Это роскошное, крутящее сияние. Это не просто канализационные пары. Это волшебные консолиционные галлюциногенные пары. А это значит, что теперь это часть сети? Вы имеете ввиду интернет? Нет, я нет. Это сеть. Но это для тебя, домашнего питомца. А куда оно ведет? Что ж, это доказательство концепции, так что на самом деле все идет только туда. Но это все равно обходит этот забор стороной. Так что вам стоит держаться в свое восхищение. Запрыгивайте, сэр. А вы уверите, что оно работает, сэр? Ну ладно. И дайте мне знать, если что, это сработает. Подожди. Что? Что значит сработает? Затем? Я сказал, тадам! Это мой намек? Подожди, где ты? Ну, здесь совершенно темно. И пахнет захватывающе. Похоже на место? Совсем темно? Ого. Позвольте ознакомиться с моей анкетой для отзывов. Итак. Хорошо. Начнем. Вот так. Вопрос первый. Имеет ли тестовый субъект владение собственными глазными яблоками? Зачем мне не иметь собственных глазных яблок? Или... Хотя нет. Подождите. Стоп. Что значит... Зачем мне не иметь? В смысле, испытуемый? Ты вообще не проверял это? Эй. Сначала мы заполняем мою анкету. Вы отвечаете, да или нет. Эээ... На... Глазные яблоки. Эээ... Да, имею. Превосходно. Вопрос второй. Имеет ли тестовый субъект владение всеми необходимыми конечностями? Эээ... А есть ненужные конечности? Эээ... Похоже, подопытный становится несговорчивым. Почему бы тебе не попробовать подвигаться? И мы посмотрим, ответит ли это на вопрос о конечностях. Эээ... Где я нахожусь? О! Ты приземлился в мусорное ведро. Почему ты не сказал об этом раньше? Мусор? Вот почему запах был таким знакомым. Это очень интересно. Это означает, что интернет-ТМ работает. Мне просто нужно немного доработать систему прибития. Дай мне знать, когда сделаешь это. И я запрыгну в машину и вернусь. Вернусь? Возвращаться. Ты знаешь обратный путь? Возврат... Эээ... Чего? Тот момент, когда я... Возвращаюсь к тому первому порталу. Тануки! Увлекательно. Да, я понимаю, насколько это было бы полезно революционно и прибыльно. Особенно учитывая, что ты сейчас находишься по другую сторону непроходимого забора и все такое. Вот, что я тебе скажу. Я займусь этим обратным путешествием, а ты сможешь отправиться на разведку. Как ты думаешь, сколько времени это займет? Я нахожу, что встречных упреков становится меньше, когда я соблюдаю установленные сроки. Я свяжусь с вами, когда улучшения будут готовы для тестирования лаборанта. Пока! О, точно? Спасибо за ваш вклад в науку. Я дам вам знать, когда закончу анализ данных. Ну, спасибо. Я теперь один одинушенник. В этом мире. Ладно. Я кот. Я вижу птичку. Но она улететь. Надо добыть средства, чтобы барона накормила меня. Надо быть повнимательнее. Ай, сколько тут всего. Привет. Ты друг? Я хотел только поздороваться. Я хотел только подружить. Ладно, придумаем обходную идею. Надо изучить. Может, есть способ отвлечь собачку. Там наверху тоже что-то вкусненькое есть. Пройду сюда. Блестяшка. О, косточка. Кто-то идет. Это человек. Он не должен меня увидеть. А как мне выбраться отсюда еще? Здесь я не залезу. Я слабенький. Разве что только бежать. Ладно. Пронесемся. Бежим. Спасаемся от котофила. Песик. Спокойно. У меня вкусняшка. Это тебе. Ты будешь со мной дружить? Полагаю, да. А это что такое? Волшебный мячик. О, он открывается. Кукурузный колпак. Кукурузные сосиски закончились. Настала эра кукурузных котов. Кукурузный колпак. Он не идти. Но он плох. Трэш. Тут должна быть шайня. Блесяжка. А это мороженка. Я люблю мороженку. Блесяжка. О, блестяжка. Так. Смогу ли я пройти? Я котасин. А это с чем? Что внутри? Песка. Здравствуйте. Это маленький волшебный офицер службы безопасности Мялтауна. Могу я осмотреть ваши закуски? Это пригодится. Безопасность превыше всего на стройке. Там гнездо... Там вкусняшка. Спокойно, песик. Я друг. Ау. Безопасность превыше всего. Нет вкусняшки. Плохо. Вам нельзя здесь быть, мисс Птичка? Здесь идут строительные работы. Вас могут сожрать. Пожалуйста. Уходите отсюда. Иначе съедим. Керышко. Керышко. от товарища коллектора и местного бригадира. Оставлю след в истории. Тут ещё была банка с тюшняшками. Надо всё взять. А теперь безопасное место. Надо посмотреть ещё. Может, что-то ещё есть здесь? О! Добрый день, сэр. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Вы в порядке? Вы здесь безопасно, опасно без сказки? Я выгляжу хорошо, что ли, по-твоему? Прости, прости, прости. Я не хотел огрызнуться. Всё в порядке. Что-то случилось. Я сделал большую ошибку. Большой, огромный, ржу-дебагу. Поможет ли это поговорить об этом? Я верю, что это не всё так плохо, как кажется. Ты ведь шутишь, да? Я имею в виду, что из-за ошибок это даже больше, чем великая катастрофа Shadow Bans с хэштегом 2021 года. Ш-ш-ш-што из-за... Когда? Как мне можно ожидать, что я буду запускать эффективно Definitely TakeOver в социальных сетях без рабочего телефона? А почему вы не используете сетки Тик-така-тое, когда говорите? Что вы имеете в виду? Хэштег? А, это... Хэштеги. Магические хэштеги. Заклинания хэштегов. Ох... Вроде того. Но вам не нужно так много о них знать ржу-дебагу. Так. Что это? Больше похоже на... Это? Ты понял. Да. Кстати, они называются хэштегами. Ты используешь их, чтобы разместить свои материалы в разных онлайн-пространствах. Для меня это звучит как волшебное заклинание. Могу ли я увидеть эти пробелы? Без моего телефона. А мой телефон в настоящее время выглядит так. Это? Оу. У моего человека есть такой же. Но он мне... Но он менее приторный. Так это мой. Я уронить его в бокрый бетон. А что значит лол? Это просто означает громко смеяться. Ржать не могу. Но ты вообще не смеялся? Тебе было грустно? Ах, но если я говорю лол, когда мне грустно, вы не можете сказать, что мне грустно. Или, по крайней мере, такова была идея, лол. лол. И я... Она вроде моего босса. Или она была? Если бы мне заплатили за это. Она икона. Явление. Кошмар. Я думаю, что журнал Фурбис назвал ее самым пушистым миллиардером в интернете. Пушистый кошмар. Подождите. Таффи? Это кошка? Нет. Таффи это кошка. Лол. Это она. Вот там, на постере, наверху. Мул Таффи. О, я знаю ее. Я вижу ее в телефоне моего человека каждый день. У нее самый крутой дом. Лучшие наряды и самый пушистый мех. Я выбираю эти наряды. Я укладываю этот мех. На самом деле, я был здесь в поисках вдохновения, когда уронить телефон. Нет телефона, значит нет интернета. А нет интернета, значит нет нового контента и риски для ее поклонников. Лол. Но это ужасные новости. Мы должны это исправить. Дайте мне подумать. Я знаю. Я куплю тебе новый телефон. Ты сможешь это сделать? Думаю, да. У людей есть, по крайней мере, по одной телефонной штуковине у каждого. Так что давай просто позаимствуем одну. Они любят и риски, поэтому будут рады помочь. Подожди здесь, Битл. Я вернусь с телефоном в кратчайшие сроки, лол. Чао, Бенаталло, спасибо. Теперь мне надо достать телефон. Человек сейчас пройдет. А когда он пройдет, я выбраться отсюда. Никто не будет командовать котикам больше. Котик будет в безопасности. Буэнаталия. Так. Тянем. Тяни, котик. Ползи, котик. Есть. Мы выбраться. Ура. Надо найти телефон для нашего друга. У людей есть мобила. Я забрать ваш путерброд, сэр. Он нужен для прибанки. Мне нужен телефон. Извините, мэм. Но ваш телефон изымается службой Кота-отлова. Кота-отлов поможет всем. Человек. Человек. Так. Бенни, я принести телик. У тебя получилось. Огромное тебе спасибо, Пауна Дылью. Вам нужен старый... Нет, он по-прежнему делает снимки. Вы просто не сможете отправлять сообщения по электронной почте. Или что-то в этом дуроне. А что такое электронная... Мяу-почта? Вы не переписываетесь по электронной почте? Я так не думаю. Ни разу с собой такое... Мяу, не замечал. Итак. Вы никогда не проходили сессиины? Или... Слышали фразу... Соглас... Сона моему последнему сообщению? Нет. Хотя я и мурлыкаю все свои сообщения. Теперь, когда я начинаю думать об этом. Какую абсолютно блаженную жизнь ты, дорогой, должен быть, ведешь, Китти. В любом случае. Вот твой телефон. Телефон с бетоном. Это может быть больше не умно. Но камера все еще работает. Нажимай, чтобы открыть фотографирование и начать фоткать. Фотографировать действительно просто. Вы просто поднимаете камеру, принимаете позу и щелкаете. На самом деле, вам следует делать праздничное селфи прямо сейчас. Возьмите камеру и снимайте. Лол. Ну. Давайте сделаем. Я сижу. И давайте сфоткаемся с вами, мистер Бенни. Я кот. И этим все сказано. Я буду котом. Вечность. А теперь я пойду, сэр, Бенни. Я рад, что у вас все хорошо. Но мне надо выбраться. Мне нужны блестяшки. Надо найти блестяшку. Может здесь... О. Блестяшка. Мне нужна еще одна блестяшка. Надо найти... О. Баночка. Я возьму. Никакого мусора не должно быть на моей улице. Я кот инспектор по безопасности. Безопасность и экологичность. Наша с вами защита. Добрый день. Прошу прощения. О. Привет. Я хотел бы спросить. Не могли бы вы мне помочь, сэр? Я мэр. Если мэр не может вам помочь, то никто не сможет. Слава богу. Я нашел тебя. Видите ли. Ваша милость. Мне нужно домой. И мне нужны блестящие вещи. А там столько мусорных баков и... Ну, давай по порядку. Фрээээнс. Это... Звучит вот все как работа. Кошки созданы не для работы. Кошки созданы для озорства. и фырканье мы мягкие сонные иногда мы капризничаем иногда мы сталкиваем вещи на пол да но ваш энтузиазм утомляет мэр никому не может помочь когда хочет спать я имел ввиду и так вы должны помочь мэру добиться времени для сна это единственно правильное я ваш первой ответственностью в качестве заместителя мяуэра будет ненавистной бамки с вареньем джемом обратить внимание на эти глаза из видения мяуэра но это лишь всего лишь джем это символ символ того что человек больше не боится кошек они оставляют свои стекла на банка на полках и ожидать что они там остаться так не может продолжаться но я думаю это имеет смысл когда вы говорите удалить их варенье что за ненависть к варенью как можно не любить варенье а варенье святое ну ладно извините бабуля я вынужден мяуэр требует жертву мяуэр я справился мой мяуэр пожалуйста помогите мне мяуэр перфекто мяуэр теперь может заснуть эм прежде чем вы это сделаете ваша светлость вы сказали что можете помочь мяуэр да мяуэр теперь окажет цен на помощь спасибо вам это за помощь я научу вас официально способ реагировать на джем джерси и подождите что или что-нибудь еще ужасное в рамках политики вуаля это мое морское лицо фу теперь вы можете выразить отвращение в любой момент это было не совсем то что мяуэр дождаться в твоей благодарности маленький китон помощник шерифа ой извините за но спасибо или не спасибо и теперь мяуэр должен расставиться такой сонный так способен слышать другие просьбы о помощи но мэр дежды стоплуты доступ к вашим эмоциям спасибо подождите ты только что притворяешься что шпишь Не задал вопросов, мой маленький китен Мэрл. Леневая скотина, я тебе всю жизнь потратил. Работать до тебя. О, коробка. Тут и это моя комната релаксации. Коробка релаксейшн. А тут что у нас? А, это огурец! Но огурец добрый. О, вкусняшка. Что там такое у нас внутри? Что там кроется? Банна шляпа на тех случаев, когда мне нужно приготовить что-то вроде банана и разделить на части. Полезно, но бесполезно. А тут что у нас есть? Ой, промах. Ну я котик. Я кот-бригадирыч. У меня есть полномочия. Ауч! Нельзя падать. Есть, я залез. Я справца? Я здесь. Кот Мэртауна. Мяу Тауэн, моя стихия. Уйдите, горшок. Вы мешаете спасению жителей. Я должен вернуться домой. Но я должен еще и вернуть свою жизнь. Мяу Тауэн. Мяу Тауэн будет в безопасности. О, вкусняшка. Вкусняшка. Надо двигаться дальше. У меня достаточно вкусняшек. О, я мог бы там отдыхать. О, вкусняшка. Блестяшка. О. Вкусняшка. С чем ты внутри? Шляпа с яблоком. Лучше найти милого котелка в своем яблочке, чем червячка. Вкусняшка. Там есть... Шайни. Надо взять Шайни. О. Я могу... Катапультироваться. Вкусняшка. Полно вкусняшки. О. Дырка. Но залезть нельзя. Я слишком слабенький. Птичка улететь. Плохо дело. Я добыть. Неужели все эти блестяшки? Ага. Как раз об этом я и говорю. Такая блестящая, какая хорошенькая, какая задумчивая. Какая хорошенькая ворона. Ответственно ли вы от них избавляетесь? О, да. На этом мы совершили наш первый совместно-героический поступок, мяу. Могу ли я попробовать избавиться от них сам? Определенно нет. Это древний ритуал вороны. Ну что, получу ли я свою награду? Твою что? А, да, твоя награда, точно. Так, где же, черт возьми, я видел эту сразу рыбу. А, одну минуту. Эй. Подожди. Ворон. Это было мошенничество? Куда он делся? Я здесь, вот, держи. Ого, рыбка. Это должно быть вам немного энергии для восхождения. Не назначено, чтобы добраться до оба, но это начало. А с чего бы мне начать восхождение? Вот с того. Вам понадобится больше рыбы, чтобы добраться до вашего дома. У вас еще есть что-нибудь? Не прямо сейчас. Но я видел их в другом месте. В городе. Просто смотрите в оба, и вы их найдете. Спасибо. Да не беспокойся, наслаждайся рыбой. О, и держи при себе все блестяшки, что найдешь там. У меня только что появилась идея. Рыба. Рыба. Кушать рыбу. Много рыбы. Жрать рыбу. Подозрительно. Эта вкусная рыба дала вам энергию взбираться. А, мам, Сазар, попробуй. Я чувствую себя намного лучше. Пойдем полазаем. Поплющу. Ура. Я могу лазать. Но этого мало. Но можно попробовать полазать побольше. О, может здесь я что-то найду? Надо найти рыбу. О. Птица говорит, что нужны блестяшки. Я заберу блестяшки. Блестяшки. Я. Блестяшка. Блестяшка. Я взять блестяшку. Оно тут тихо. А здесь? О. Вкусняшка? Вкусняшка? Шляп, возможно, коробка делает ли это леди меня счастливой? А, вода. Надо двигаться вперед. А. Вода. Надо обходить воду. Тут не пройти. Надо найти альтернативный путь. Я ведь и тут плющик. Плющик. Помочь мне обойти. Есть. Я могу лазать. О. Вкусняшка? А ты что, чем будешь? Шляпа с баклажана. Так вот, это одно странное выглящее лицо. О. Добрый день, кот. Можете мне помочь? Процедура красоты. Просто очисти, пригляните в тонус и взбейте до однородности. Процедура красоты. Ну я кот. У меня нет процедур. Ладно, мы зафоткали, но надо двигаться дальше. О. Блестяшка. О. Проход. Бузыка. Ух-х-х-х-х-х-х. Мы безопасный кот. Кот. Таун. Таун. Я оставлю тебя уточка. Идем. Надо попробовать залезть наверх. Я не могу Я слишком слабенький еще Вкусняшка А, привет Привет Не могли бы вы доказать Некоторую срочную помощь, сэр Я думаю, это зависит От проблемы А, понятно, совершенно верно Совершенно верно, согласен Я не хочу никого тревожить И все же, это довольно насущая проблема Хотя, возможно, я просто паниковать Но тут Других вариантов двух нет О чем это вы, сэр? Разве я не говорите? Кажется, я потерял своих утят Затеряли? Это шутка про птица? Не понимать Неважно Попавший утят Довольно серьезно Это так и есть Не так ли? Что случилось? Ну, мы все Наслаждались познавательной экскурсией По окрестностям Я учу молодежи местной истории И так далее Например, вы знаете Старого робота в парке Позади нас? Подождите Робот Откуда взял утят? О, боже, модерд Это был бы совсем не в его характере Видите ли, робот довольно увлекателен И не статуя в традиционном смысле этого слова Сам по себе он Легенда гласать, что мудрая утка На самом деле не слишком отличаюсь от себя Конечно, посещал бы этот парк каждый день Со своим другом-роботом Очень преданные роботы Восхитительно Тогда это было озеро Громадное мокрое сооружение В котором плавала пара Плескались и развиться А вы знаете, что такое? А роботы и вода А? А? Че, бля? Все это щепенье Шырканье Совсем не симпатичные пятна Ржавчины мокрые схемы Лопнувши колени Я имею в виду робота Не утку, конечно Плавные дни робота закончились Ужасно грустная штука Поэтому он попросил Утку изменить его Программирование По-моему Это был настоящий подвиг Сам я никогда не разобраться В компьютерах Утка помогла запрограммировать робота На ожидании На итоговой игровой площадке Пока утка плавает Отличая идеи И все прошло прекрасно На! Один прекрасный день По правде говоря Возможно очень похоже на этот На утку напал Родоктида монстра Подождите, чудовище Гекко! Обычно Гекко наш защитник Ну ты знаешь Дышащий огнем Спасающий сирот Благотворительные вечера Организовавшие оргии На самом деле прекрасный парень Если не считать это буйство Буйство? О да Люди описывают это В маленьких бумажных документальных фильмах Действительно очень увлекательно Бумажный документалист Вы имеете ввиду комиксы? Итак, грека похищает утку Усса Тайсы Швыряет его через звездный портал Ух ты Кряк Больше его Никогда не видеть И то, что мы принимаем за старую занятскую площадку, на самом деле является верным роботом, терпеливо ожидающим возвращения своего друга из купания. Ты говоришь, что Гекку похитил твоих детей? Но я не вижу, как это относится к утятам. О, нет, это просто отличная история. Я поделиться ей с утятой, прежде чем мы разделиться, чтобы найти больше историй. О соседях для нашего небольшого сеанса «Покажи и расскажи». Показать и рассказать озвучит забавно, увлекательно. Да, я так же думать. В общем, мы разбежаться в разные стороны. Все это было очень волнующе в тот момент. Но, я полагаю, в этом суть дела. На самом деле я назначать время и место для нашей новой встречи. Ага. Я был уверен, что делать лучше, увидеть ли не очень практичный человек. Но я не хотел, чтобы мы насынцы повсюду скучали друг друг другу. Ужасно, когда это случается. Поэтому я вернуться сюда по своим следам и стал ждать. Не повезло. Увы, Дед. Но ты кажешься практичным котом. Очень находчивым. Так не могли бы мы объединиться? Я буду наблюдать здесь. Мне это вроде как нравится. Правда, и вы смотрите город. Весь город? Он кажется довольно большим. Ты прав. Должен же быть другой способ сузить область поиска. Эврика. Архимедова мать. Буквально на прошлой неделе бы составить карту города. Замечательная вещь. Это часть нашего проекта по каталогализации всех рыбных точек города. Где-то также отметили на ней каждое из своих любимых мест. Такой энтузиазм по поводу карт. И я уверен, что именно туда они отправятся. Вот. Возьми мой навык ориентированный ужасный. Но может высадишь их в кратчайший срок. Карта утят. Карта сделана утятами. Это действительно хорошее. Нажимайте, чтобы просмотреть карту. Просто игнорируйте рыбные маркеры. Не представляю, кого интересно они могли бы представить для котенка, если, конечно, вы не начинающий ихтиолог. Есть какие-нибудь успехи? Пока нет. Но я работаю над этим. Спасибо. А не забудьте проверить свою карту. Ясно. Минутку. Теперь сюда. О, там еще. Ты должна быть здесь. Итак. Профессор Тануки. Говорите о наших успехах. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, тестируемый, уважаемый лаборантный помощник. Мне удалось получить правильно подключиться к порталу интернетем. Это было быстро. Это было бы еще быстрее. Не произошел незначительный инцидент с пространством временем. Однако, не о чем беспокоиться. Насколько незначительный инцидент. В великой схеме мультивселенной это было абсолютно тривиально. Просто крошечная серия взрывов водопроводных труб, которые выпали из будущего в другой вселенной и попали в недавнее прошлое этой вселенной. Подождите минутку. Так вот, откуда взялась вся эта вода. Оказывается, я использовал линейное пространство времени. Когда я должен был использовать квадратичное пространство. Смехотворно, правда, сэр. Вы хотите опробовать? Это действительно круто. И мне нужен тестовый... Друг. Тестовый не наполняет меня уверенностью. А радиокальное пространство сейчас безопасно, не так ли? Квадратичное пространство времени, сэр. Хотя теперь вы упоминаете об этом радикальное пространство, может быть очень даже интересно в научной точке зрения. Кто-нибудь из них в безопасности? О, я так предполагаю. В любом случае, если у нас все получится, вы сможете использовать это для быстрого перемещения по городу. Что означает быстрое перемещение? Если мы запустим интернет, вы сможете перемещаться между любыми активными магическими люками, без необходимости бегать или карабкаться по ним. Это на самом деле звучит великолепно. Верно, сэр. Но сначала идет тонкая настройка. Ты в деле? Хорошо. Давай сделаем это. Не говори пока нет. Выслушай меня. Но я сказал да. Во-первых, есть... Подождите... Что? Вы согласны? Я сказал да. По-настоящему? Называй меня любопытным котом. Угу. Ура. Это так захватывающе. Вы не пожалеете об этом, сэр. Тебе снова нужны перья? Не в этот раз. Ваше первое путешествие было таким коротким, что у меня осталось объедки. Запрыгивайте. На этот раз он будет работать. Я сто процентов уверен. Плюс-минус. Та-дам. Та-даду-ду-ду-ду. Та-да-ду-ду-ду-да-да-да. Туда-ду-ду-ди-де. Мяу-мяу-мяу. О. Ай! О, это ты! Ты наркнулся! Я думаю, что напугает тебя, когда вскочить в окно, и ты пропадешь. Я пожелаю за тебя. Упал на меня! Упал на меня! Это был ты? Боже мой, ты меня действительно напугал. Напугал немного. Извини, извини. Просто так волноваться, когда люди приезжают в гости. Ты ведь собака, верно? Только самая лучшая, лучшая собака. Мой хозяин так говорит. Приятно познакомиться с вами по-настоящему. Я не знал, что существует официальный титул лучшей собаки. Вы можете знать меня по другим моим наградам. Возможно, самая мягкая картошка. Или самый пушистый, самый счастливый, маленький-маленький какашка. Последняя, может быть, не награда. Это все в доставке. А, подожди минуту. Ты сказал, самая мягкая картофелина? Конечно. Мой хозяин тоже называет меня. Боже мой, такая награда должна быть прислуждаются в нескольких категориях животных. Приятно познакомиться с таким же картофелем. Аналогично. В любом случае, было приятно поболтать. Надеюсь, у вас хороший день. Не уходи. Случилось вот что. Ты можешь мне помочь, маленькая картошка? А в чем нужна помощь? Я потеряю свои мячики. Мои шарики. Что? Вас кастрировали? Я сочувствую, сэр. Мои теннистые мячики исчезли, они яйца. Подожди, я покажу. А я уж думал, тебя кастрировать. Смотри. Нет шариков. Я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но разве они не стоят за тобой? Что? А, эти... Нет, это просто мои обычные любимые теннисные мячики. А я говорю о своих особенных любимых теннисных мячиках. Они совсем разные? А что, с ними сучится? Ну что, видишь? Тануки, приготовить мне подарок. А, дай угадаю. Произошел какой-то инцидент? Не с самого начала. Это было так круто. Он... Не... Не... В него можно было положить теннисные мячики, и он бросал их за меня, пока мой хозяин был на работе. Это звучит действительно мило. Это было идеально. Некоторое время. Но однажды он тоже вышел из строя. Шарки везде. И тут он чуть-чуть загорелся. Я вернул большинство из моих трех моих любимых. Все еще не хватать. Машина. Я похоронил это. Но, пожалуйста, не говори Тануки об этом. Ему будет так грустно. А также, пожалуйста, пожалуйста, вы можете помочь мне найти мои любимые мячики? Я бы был так благодарен. Конечно. Но как мне узнать, твои ли они любимые? Разве не все теннисные мячики выглядят одинаково? Точно нет. Каждый из них точно отличается от других. Запах, вкус, текстура, личность. Я не уверен, что смог бы отличить избранных от неизбранных, если бы это было так. Что ж, у моих любимых мячей есть яркие радужные полоски. Может, это помочь? Вот с этим описанием я могу поработать. Должен ли я принести их сюда, когда найду? Да, пожалуйста, принеси. Просто положи их в дырку передо мной, и я смогу правильно их похоронить. Конечно. Большая картошка. Ты самая лучшая маленькая картошка. Ты уже нашла их всех? Маленькая картошка. Вы помните, в каком направлении пошло кто куда-нибудь из них? Один из них, казалось, сделал птиц очень несчастными. Было много криков и хлопьев. Хорошо, спасибо вам. А птица несчастна. Нашел? Блестяшка. А теперь сюда. Ты уже нашла их всем, маленькая картошка. А вы помните, где еще они могли быть? Один из них сказал... Дву-дву-дву-дву-дву-вклюлак. Я думаю, это может быть внутренний человек Балалас-Масова. Хорошо, спасибо. Значит, тут. А вот и подозреваемые побеги. Тут у нас же нашла всех картошка. А вы помните, в каком направлении пошел еще один? Один из них определенно пошел вверх. Типа, вверх, вверх. Вертикально. Хорошо, спасибо вам. Вертикально вверх. Надо быть аккуратнее. Я возьму плату в виде разбитого горшка. Я золой кот. Буэн Аталья. Я скинуть это вниз. Я вижу Шайни. Я лечу. Я держусь. Я забрать блестяшку. Моя блестяшка. Надо вернуть мячик. Тануки, да я пройду. У нас полно работы. Надо вернуть мячик. Так, иди сюда, мячик. Ты вернешься к владельцу в ямку? Ой. Иди сюда, гребатый мячик. Почему все мечи нормальные, а ты такой ничтожный? Мяу. Ты сделал это, маленькая картошка. Спасибо, спасибо. Как все награды, официальный костюм маленькой картошки. Держи. Шляпа, шипа. Официальный костюм маленькой картошки. Любезы предоставлены моим другом. Большая картошка. Инкопорейдет. Спасибо. Ну, а я сейчас немножко отдохну после этой работы. Я ведь кот. Я так устать. Но я так хорошо отоспаться. Мой путь только начался. И нужно найти много еще блестяшек. Привет. Ты сделал это, маленькая картошка. Спасибо. Спасибо вам, Наталья. Эй. Я и забыл, что спас его жизнь. Сэр? Этот портал есть в сети. Но мне нужно перо, чтобы включить его. Есть что-нибудь? Держи. Идеально, сэр. Мяу. Отправляемся на поиски рыбки. День второй. Кото-журнал. Главный имб... Смолист антисинки. Наша задача найти вкусняшки. Найти рыбка. Найти и подняться вверх. Да. Эта возьму. Много вкусняшек. Может пригодится. Так вот, куда тебя надо. Это тебе, собака. Не будешь стоять на моем кошку пути? Надо немножко покушать. Перфекто. Я это забираю. Надо забраться наверх. А значит, мне нужна... Большая-пребольшая вкусняшка. А там что-то интересненькое. Что-то у нас обитает. О, а вы шо такое, сэр? Шлепа из кактуса. Идеально шлепа для тех случаев, когда вам нужно немного личного пространства. Но мне она не нужна. Я кот. И этим все сказано. Ох. Китти, ты похожа на кошку, которая любит пару стильных аксессуарчиков. Это ловушка? Определенно нет. Ну ладно. Что ж, если это все, то думаю, увидимся завтра. Кстати, а вы слышали о моем новом и деликатном деловом продолжении? А? Это называется блестяшки для шляп. Ты сейчас продаешь шляпы? Ни в коем случае. Но это буквально называется блестяшки для шляп. Ага. Это умная часть. Я не продаю шляпы. Я продаю доступ к шляпам. Видите ли, шляпы живут в этих маленьких капсулах-автоматах. А ты, беспомощный котенок, не обладаешь тайной мудростью, необходимой для использования машинки? Ну, я не беспомощный Китти, вообще-то. А теперь давай не будем спорить о том, кто кого назвал беспомощным. Не тогда, когда я накану шляпы. Только я, ворона, могу выполнить древний ритуал вороны, в котором ставка жетона и переворачивание ручки. Но это не звучит как-то уж странно, знаешь ли. Это приводит нас к бизнесу. Мое предложение выглядит следующим образом. Пять блестяшки позволят вам нанять одну ворону, то есть меня, чтобы получить одну шляпку. Итак, вы продаете шляпы. Нет, я продаю, я посредник, работающий в рамках экономики свободного заработка. С бизнесом под названием блестяшки для шляп? Да, но только потому, что блестяшки для доступа к воронам, у которых есть доступ к шляпам, плохо зарекомендовали себя у потребителей. И использовать этот бизнес я плачу пять штук и получаю одну шляпу. Вы упускаете тонкий экономический гений моей идеи. Я превратник шляп. Слушай, тебе нужна шляпа или нет? Да, пожалуйста. Ну вот. Шляпа дорожного конуса. Я единорог безопасности. Вы хотите купить шляпу, сэр? Это будет стоить вам пять блестяшек. Пожалуйста. Ну вот. Шляпа, ведьма, ведьма, к счастью, я точно знаю, где найти маленькую черную кошечку. Вы хотите купить шляпу? Это будет вам стоить пять блестяшек. Да, пожалуйста. Ну вот. Космический шляп. Это один маленький шаг для кошки, одно огромное восхождение на рыбитяги для кошачьего вида. Хотите купить шляпу? Это будет стоить вам пять штук. Да, пожалуйста. Ну вот. ковбойска офицерская шляпа. На удаль, приятель. У меня новая шляпка. А теперь Кота-Шериф. Шериф безопасности Кота-Мяутелла. Добрый день. Этот портал есть в сети, но мне нужно перо, чтобы включить его. Есть что-нибудь? Извини, на данный момент пусто. Нужно перышки. вы вы вне закона, птица. Я кот МакГирн. Я охочусь на самых опасных птиц в истории этого города. И вы преступник. Меня поймали? А я свободен. Черт, она сбежала от меня. Но я кот. Я детектив, кот. Тотелла. Но сверла мне нужно поесть. Мне нужно много кушать. О, блестяшка. Я возьму это. О, что за беспорядок? О, надо выкинуть это. О, вкусняшка. Шлёпа, рыба! О, это идеальная шепка для путешествий, потому что она не займет много места. Зону отдыха. Надо отдыхнуть. Ну ладно. Мне ещё нужно двигаться вперёд. Надо найти рыбу. Хозяин меня может потерять. Я не хочу потерять хозяйку. Не хочу потерять хозяина. О! Рыба! Он ловить рыбу? Но ничего не поймать. Надо продумать план. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можешь с этим сбираться даже выше Деликующий Могу даже отсказать на багу подняться еще выше Блестяшка О, тут есть проход Мяу О, вкусняшка Рыбья шляпа Я даже представить не могу, как вкус это выглядит Мяу Мяу Я нашел секретные материалы Надо отнести это В Воронию Индастрис О, проход Мяу, Наталья Надо открыть Блестяшка Оставлю это у майора Майор должен помочь А я заберу этот бутер с собой Вкусный бутер О, что за чудное место Мяу Мало вкусняшек, но много вкусняшек. Надо двигаться дальше. Майнгот. Надо найти уточек. Моя кошачья чутьеё говорит, что одна должна быть рядом. Огурец! 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 Привет. Привет. Вы здесь. Чтобы увидеть, как я летаю, я очень хорош в этом. Так и есть, но я здесь не поэтому. Твой отец попросит меня найти тебя и привезти обратно к пруду. Не пора ли уже показать и рассказать? Так и есть. Ладно, ладно, но... Есть какая-то проблемка? Это точно не проблема. Просто я не совсем понимаю, как я начал летать. Поэтому я так же не совсем понимаю, как перестать летать. Я понимаю. Так что, к сожалению, мне придется просто остаться здесь. Оставь это мне. Скоро я тебя спасу. Хорошо, но не слишком коротко, если вы не возражаете. Я возражаю. Моя задача няни... Кота няня. Спаси твою жалкую пернатую задницу. О, это так странно. Быть снова на твердой земле. Тебе не было страшно торчать там вот так вот? Птицы на самом деле не боятся таких вещей. Папа говорит, что полеты в наших перьях. Кстати, о твоем отце. Мы должны вернуть тебя к нему, чтобы показать и рассказать. Я могу рассказать ему все в полете? Как вы думаете, он видел меня в воздухе? Я летал так высоко, что он должен был видеть. Пойдем, а потом ты сможешь спросить его. Окей. Ох уж это вылодишь. Лазит куда попало. Ничего не ценит. О, я чую запах рыбы. Он там. У мадмуазали с мультус. Но я слишком слаб еще пока. Мне нужно больше рыбы. Здесь прохода нет. Надо искать другой проход. Шуть! Надо спасать ченка! Мяу! Так, с дороги. Привет! Эй! Привет! Эй, твой папа послал меня за тобой, чтобы найти и сообщить ему. Но моя поездка еще не закончилась. Я не могу выйти, пока одна продолжается. А сколько времени ему осталось? Не знаю. Я скармил его 400 шариков. Сколько времени это мне даст? В соответствии со знаком, кажется, часы 60. Это не может быть правил. 60 часов? Это восхитительно! Но как насчет твоего отца? Ты можешь отвезти меня обратно к папе, как только откроется дверь. Ты обещаешь? Я обещаю. Должен быть способ открыть эту чертову дверь, не дожидаясь. Что это было? Что ты сказал? Ничего. Просто разговариваю сам с собой. Кошачьи дела. Увидимся позже, поездник. О. Привет. Держи, пари. Тебе интересно, как нажать на эту кнопку, да? Я был уверен, но теперь я знаю. Но ты читаешь мои мысли. Это довольно легко. Вы просто должны использовать свою голову. И использовать свою голову, я имею ввиду, нажми головой на кнопку. Хорошо. А что потом? Потом ничего. Ты просто нажимаешь на кнопку, головой и все. Тебе не будет больно? Ты сделал из более прочного материала, котенок. Небольшой удар по башке не повредит такой крепкой кошке, как ты. А вы уверены? Конечно. Просто запусти головой вперед кнопки. Беги со всех ног. В конце концов, она не нажмется сама по себе. Ладно. О, бля. Ау. Видите? Меня там. Я там везде падал. Я так и сделал. У тебя сейчас не кружится голова? Не. Но я очень теплый и пушистый. Должно быть то, что значит быть полотенцем. В любом случае, я не могу дождаться, когда расскажу папе все о смертоносной сушильной машине. Тогда, может быть, нам пойти и найти его? Ага. Давай в гнездо. Я кот-то нянька. Помните, просто запустите голову на кнопку. Спасибо. Добрая душа. Тут еще. Надо немножко отдохнуть. Головушка побаливает. Мяу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дырка Надо залезть в дырку Шляпа Сацума Дырка Шляпа А вот и третий Смотри, Ковальский, посмотри на меня На что мы смотрим? Только одна из величайших игр всех времен Ты достаточно взрослый, чтобы смотреть на это Мой отец говорит, что у меня старая душа Кстати, о твоем отце Он попросил меня прийти и забрать тебя, чтобы показать Расскажи Конечно Это было легко Здесь должен быть какой-то подвох Я уйду, как только экран перестанет что-то показывать И вот он Когда это будет? Понятия не имею Я думаю, что это зацикливается Так что это может никогда не закончиться Понимаю Но если экран погаснет Ты обещаешь, что вернешься к своему отцу? Честная уточкенка Ясно Ребятки Наша задача Спрости вашего брата От игрозависимости А значит нам нужно О, блестяшка А значит Надо потушить здесь все Если я правильно изучал гидравлику в кошачьем институте Это должно помочь Прекрасно А это со мной Привет Ой, вау Предполагается Что стены вот так скользят А продаж О, когда я моргаю Я вижу фиолетовые формы Я думаю, что провести некоторое время вдали от экрана Очень хорошая идея Может нам вернут тебя к твоему отцу Хорошо Я могу рассказать ему обо всех новых комбо Которые, как я видел Делал М. Билсон Давай подширогали Минутку Я сувенирчик прихвачу Это я оставлю пока тут Мне может еще пригодится О, здрасте Торгуем круглые сутки Хотите купить шляпу? Она будет стоить вам 10 единиц Пожалуйста Держи Шарк-хэт Китти-шарк Да, пожалуйста. Ну вот. Шляпа с пандой. Я должен устраивать какую-нибудь пакость, надев это. Это будет пандаймониум. Хотите купить шляпку? Это будет сайт в одном дозе, да? У меня не хватает денежек, извините. посмотри на меня у меня есть личный пруд вы уверены что это пруд утка я утка мы знать о прудах мои извинения я думаю что возможно пришло время выбираться из вашего прудика твой отец послал меня забрать тебя чтобы показать и рассказать но есть еще вода чтобы играть как ты можешь это терпеть вода это так холодно и влажно подожди так значит ли это что ты не можешь забрать меня пока я не выйду из воды я должен быть предвидеть чему это приведет должен быть способ вытащить этого малыша из воды и промокая отдых надо отдохнуть надо подумать мяо дитаса мяо дзен и каша чиза блестяшка утяжка надо взять уточку положу я здесь спокойно мэм я всего лишь код и я детектив код и я ищу древний способ спасения уточки из пруда и я его нашел и здесь есть опасный подход который защищает меня от желанной рыбки а это было так классно решение китти спасибо я надеюсь вы не слишком разочарованы что снова казались на суши не я все равно начал немного уставать и сильно проголодался может у папа найдутся закуски вы можете спросить его на выставке расскажи я забыл пока показывать и рассказать это будет идеальное место чтобы рассказать всем во всем плавание который я сделал пойдем котенок но сначала я тоже проголодался нам нужно незаметно спереть рыбу подозрительно еще на вкусные рыбы ты можешь сейчас забираться даже выше а тут что у нас есть блестяшки а еще что есть блестяшки а это что обе гир хэет каваи я просто нереально привлекательны и А это куда? Не могу. Слишком высоко. Может быть, если сделать пирамидку? Не могу. Слишком закрытое пространство. Блестяшка. Вкусняшка. Докладывает код. Все утят у меня. Я верну вам утят через пару секунд. Конец связи. Код. Ты мое. Код и дневник. Запись номер два. Я продолжаю свои поиски на вершину мира. На мой путь еще далок. Добрый день. Один. Два. И. Три. Четыре. Вот и все. Какое облегчение. Я начал немного паниковать. У нас все было хорошо, папа. Я был самым хорошим. Ты не был. Был тоже. Нет. Ну-ка, да. Дети, пожалуйста. Вы все были оштрафованы на одинаковую сумму. Было приятно познакомиться со всеми вами. А, дети. Вы поблагодарите подобных кошек за всю их помощь. Спасибо. Пожалуйста. Не ты. Мы разговариваем с котенком. Спасибо тебе, котенок. Мы любим тебя, котеночек. Папа. Ты тоже должен это сказать. А, совершенно верно. Спасибо тебе, Китти. Пожалуйста, пойми это как награду за все, что ты сделал. Утиная шляпа. Моя почетная утиная шляпа. В ней я чувствую себя частью семьи. Папа, папа, не пора ли показать и рассказать? Абсолютно. Давайте, сделаем это впроду. Здорово. Пока-пока, котенок. Наслаждайтесь своей шляпой. Мое шоу рассказ будет лучшим. Мы прощаемся, котенок. Это полезная информация. Береги себя, утята. Приятно было просмотра. Наслаждайтесь на хорометline. Тihin 워. Моя шляпа. Пял. Поти? Тихо. Тихо. Наслаждайтесь. ibel. Тихо. Тихо. Поти? Тихо. Я шляпу improvement. Мяу! 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 Больно. О! Гнезда? Надо найти подъем. Я чую рыбку. Рыбки много. Они не понимали где рыбка. Ну это мои воротки. Но рыбки нет. О! Вкусняшка. Черепашья шляпа. И так почему мне захотелось покататься на карантинге с сантехником в красном комбинезоне? Да? Не знаю. Как тебя открыть, зараза? Ай, как тебя открыть? Открыли. Выход. Воротики. О! Мечуня. 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 Ау... Надо достать рыбку. Вкусняшка, блестяшка. Мяу! Вот он, золотой манящий армак рыбки. Вот он, золотой манящий армак рыбки. Иди ко мне. Этот маньяк с распрыскивателем мне не даст палору. Надо отрубить его магическую силу. Перекрываем воду согласно Котомату 3000. И забираем всё. Берём вкусняшку. Берём. И кушаем. Жираем по полной. Мяу! Подозрительно! Ещё одна вкусная рыба. Ты можешь всё взорваться даже выше. Ау! Чё-то... Она обладает... Зараза. У неё такая сила! Надо отрубить эту мощь. Она слишком опасна для того, чтобы поливать здесь всё. Вот. Теперь аккуратненько балансируем. Мы же... О! Я кот. И этим все сказано. Сэр, вы в порядке? Вау, какое великолепное место для сна. Интересно, скоро ли оно станет бесплатным? Эм, прошу прощения. Всего пять минут, а чек еще? Пять минут? Ждать совсем недолго. Я дам тебе закончить, вставай. Я устаю, шиза. Перестань спрашивать. Какая шиза? Что? Ой, меня так жаль. Я думал, ты не спишь. Я просто хотел спросить, когда сводится место для сна. Не пора ли поужинать? Я не уверен. Я сегодня съел много рыбы, поэтому мои желудочные часы не очень точны. У тебя есть часы для живота? Ага. Мой желудок чувствует себя пустым ровно во время ужина. И именно поэтому я знаю, что нужно пойти и мяукать по моему человеку. О, я просто жду, когда прозвенит этот звонок. Это значит, что человек положил еду мне на тарелку? Как ты думаешь, это будет скоро? Кто узнать? Я не пользуюсь со звонком, потому что не пользуюсь консервным ножом. Ты действительно встаешь со своего места для сна, только когда слышишь звонок? Услышен звонок и увидишь, что еду на тарелку. Меня обманула птица, которая однажды клютала колокольчик. В тот день я прошел 10 лишних шагов. Это было возбудительно. Я никогда не смогу вернуться в то время, когда я спал. Но, гипотетически, если на тарелке будет еда и прозвенит звонок, вы встанете? Да. И как гипотетически, так и на практике. Полезно знать. Я вам... А вам нравятся какие-нибудь продукты, для которых не требуется открывалка? Гипотетически. О, черт возьми. Она опять запотремала. Я люблю рогалики. Рогалики? Ха. Я думаю, люди они есть. Не мистера слона. Не ихуй. Рогалики еще не готовы. Мистер слон? Должен быть действительно отличное место для сна. Не могу дождаться, когда попробую. Я слышал звонок. Но никакой еды не вижу. Как чудовищно! Попробовать стоило. Но, похоже, он согласится только на настоящий рогалик. Я кот. Детектив кот. И моя задача... Ловить... Рогалик. Не то. Рогалик. Кота рогалик. Рассыпаться. Рожала. Паргалик Моя булочка Мы спасем булочку Привет, птица Моя булочка Моя булочка Язык мой, враг мой. Ходите купить шляпку, это будем ставить в опять шайнис. Да, пожалуйста. Ну, а держи. Ходите купить шляпку, это будет ставить в опять шайнис. Да, пожалуйста. Ну, держи. Грышовидная шляпа. Если это пара, то где другая? Ходите купить шляпку, это будет ставить в опять шайнис. Да, пожалуйста. Ну вот. Шляпа Танжало. В этом есть что-то очень протягательное. А если купить шляпу, то будет вам ставить в опять шайнис. Да, пожалуйста. Ну, держи. Шляпа Зинограда. Это безумно дравится этот образ. А теперь идемте. Надо отдать вкусняшку. Или это еще один шайнис. Да. Или это еще один шайнис. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я кот, и этим всё сказано. Ах. 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 Горица. 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 Ах. Блестяшка. Горица. Горица. Я детектив кот и до меня доходят слухи, что город погряз в преступности. Неизвестный профессор Мариарти ищет древние сокровища невидимости. Привет, че... твой чела... век. Привет. Эй, твой человек кажется сломан. Все в порядке? Не совсем, видите ли. Моя сестра Рамуна улетела. Это звучит серьезно. На самом деле, эта часть довольно нормальная. Она любит летать на свежем воздухе и всегда возвращается с кучей историй о районе. Сегодняшний день казался особенно безопасным. На улице нет машин, потому что людям нужно починить протекающие трубки. Это объясняет, почему дороги такие чистые и такие мокрые. Фу. Но, вы не проблема. Рамун говорила, что у нее проблема с кошкой какая-то. О, действительно. На прошлой неделе она посмотрела фильм-марафон Гекку против Котобоса. Но с тех пор только и говорит о битве с Котом. Я подумал, что она хочет поиграть в драку, поэтому я сказал, что буду Котобосом, если она хочет быть Гекку. Но, очевидно, она хочет драться с настоящим Котом. Подожди, ты что, не настоящий Кот? Нет, для нее. Я просто старший брат, который позволяет ей выигрывать, когда она хочет поиграть в Гекку. Она сказала, что ей нужен настоящий вызов с настоящей кошкой. Я уже собрался пойти поискать ее, но наш человек заметил пустую птичью клетку, ну и... Как видишь, я нужна и моей сестре, и моему человеку. Как бы ее выбрать? Тебе не нужно. Я все равно следую окрестностей, так что помогу присматривать за Рамуны. Действительно, это было бы так. Это не проблема. Просто скажи мне, как она выглядит. Ну, вы знаете тех синих птичек, которые видите на улице? Она такая же, но ярко-желтая, очень быстрая и очень дерзкая, и еще матерится налево и направо. Что мне делать, когда я ее найду? Хороший вопрос. Дай мне подумать. Эврика, ждать. Вот и все. Идеальный план. Рамуна тебя не знать, поэтому она подумает, что ты настоящий кот. Ну, я и есть настоящий кот. И если ты поймаешь ее и позволишь ей уйти, это будет похоже на то, что она действительно победила кота-босса. Она будет так счастлива. Я никогда не был боссом, ничего раньше. Тогда это ваш шанс проявить себя. Просто следуй примеру Рамуна. Ей нравится летать по улице прямо перед магазином. Отлично. Я доставлю Рамуну домой в кратчайшие сроки. Я имею в виду... Я-я-ку! Нет шансов против кота-босса! Спасибо тебе, кота-босс! Надо потренироваться. Я кота-босс! Я... сражу кот-митропоц! Никто! Никто не остается перед обдою! Кота-босса! Дам-да-дам! 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 Шенис! Дам-да-дам! Блистышка! Дам-да-дам! А? 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 А теперь на охоту за жёлтой птицей. Цвет желтый, размер синий, я вижу цель, она улететь, но она приземляться быстро и близко. Я детектив кот, я ловить маленьких жёлтых птичек. Рамуна! Дядя Котэ, хотеть с тобой поиграть. Рамуна! 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 Хочете купить шляпку и информация о птице? Это будет стоить вам 10 долларов Да, пожалуйста Ну вот, держи Шляпа из Аксолотля Я, ах, маленькая кошечка в очень большом городе А мне купить шляпку? Это будет стоить вам 10 Да, пожалуйста Держи Короче, лапка Такие у меня будут большие ушки Чтобы лучше слышать тебя, дитя мое Отлично А я вижу роману Надо 10 тихо И незаметно Я кот Вы арестованы, мисс Рамуна Я кота-босс Я не допущу Захват моей кота-империи Это мой город О, нет Кошка-босс Получил могущественную гекку Сжал в когтиной тюрьме Это конец Для нашего смелого героя Ура, я кошка-босс Разрушитель веселья Это раз гекку не удастся перехитрить кота-босса У вас нет Не так быстро Босс, кошка Я могу быть маленьким Но я могущественный О, да Покажи-ка Гекку-бах Гекку-дар Гекку-хлоп Ты снова проиграл кота-босс Какая славная победа Над гекку Подожди Пока мой брат Услышит об этом Надо проверить Как у них там дела О, какая гигантская гекка Кота-босс Ты здесь Для бачер-банша? Я все еще Воздоравливаю От вашей Последней битвы Привет Совершенно Знакомый человек Зачем Кот Которого я никогда Раньше не встречать Ты знаменитый Кота-босс Да Я был Меня понизили В должности До менеджера Среднего кота После Почему да Другой Совершенно Незнакомый Мне кот Я кот-босс Моя сестра Рассказывает Мне о вашей Эпической битве Мне жаль Что я пропустил ее Ничего страшного Чем меньше Свидетелей Тем лучше Что ж В качестве Утешительного Приза Позволь мне Научить вас Успокаивающим Массажемоциям Приготовление Баффинов Собираюсь Замесить Все это Так хорошо А теперь Мне нужно Снова Обратить свое Внимание На моего Человека Осталось еще Много Прижиманий Пока я не Поставлю их На ноги Было приятно Знакомиться С вашего Боя Удачи С человеком Как я Кот-босс Я кот-босс Я кот Я босс Я Забираю Это В собственность Кот-босс И этим Все сказано Шайни Поехали Человека Продолжение следует... 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 Но надо сначала убрать секреты Пойду занесу диск к точке сбора, а после найдем Рарти Значит, Мариарти собирается ограбить бетонный завод Надо этому помешать Мариарти 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 сказал, что он будет рядом Но он не сказал, что будет близко А значит, он не может быть на самой стройке Здесь слишком много непредсказуемых эффектов А значит, он будет рядом с местом Где не будет много хаоса Я догадываюсь, обо каком месте идет речь Место, куда начальник не пускает Ты снова нашел меня? Но как? Вы невероятно видны Похоже, мои поиски идеально у кабуфляжа продолжаются Я продолжу вносить коррективы Пока буду ждать вас на новом месте Говорят, в конце концов, третий раз Это прелесть А вот подсказка, когда вы будете готовы Попробовать меня отследить, мистер кот Металлический друг С широкими раскинутыми руками Обеспечивает место для лазанья и скольжения Но вы вообще не будете знать, что я там Потому что я буду невидим Вы уверены, что невидимый рифмуется свобще? Честно! Это не лучшая моя работа, знаю Но я мог бы потратить больше времени на разгадку Если бы вам потребовалось больше времени, чтобы найти меня Однако я уверен в своих следующих корректировках Так что в дальнейших рифмах нет необходимости Удачи! Запись в дневнике Кот-детектив Я пожрал с собакеном, чтобы найти профессора Хамелеарти Он дал новую подсказку Первый раз я смог бы утратить кражу бетона с бетонного завода Теперь у людей будет дом Но я все равно переживаю Профессор Хамелеарти очень завистлив Он жаждет украсть как можно больше Наши ресурсов А значит я должен Подготовиться Он сказал, что будет у робота Надо занять место повыше И изучить все как следует Тут плохо видно Парковки здесь не надо Когда красят Итак, профессор должен быть здесь Он, я его чую И мой кошачий нюк говорит, что он не вытратся на виду А значит он спрячется в каком-то сооружении Которое есть на этой площадке судьбы Надо пойти разведать Птицы меня здесь Птицы меня здесь отлично видят Ну и я вижу профессора Мриарти Ну привет, профессор О, и это всего лишь ты Подожди Это еще хуже Это значит, что ты снова нашел меня Я не могу понять, серьезно ты говоришь или нет Уверяю вас Это самое серьезное, к чему я когда-нибудь относился вообще Просто это Я имею ввиду Что ж Тут ты прав По-другому не скажешь Я вижу тебя Это абсолютно сбивает с толку Оно должно быть решение Возможно я разберусь с этим В другое следующее место Кстати об этом Геометичный стеклянный контейнер с закусками Может становить человека на полпути Что может быть лучше, чем всего одна машина Группа из шести человек на выбор Это было довольно хорошо Спасибо, я был очень горд собой Но Этого достаточно Для бетчата Удачи найти меня Запись третья Профессор Мриарти Оставил самую глупую подсказку в истории Но я сделал ему комплимент Чтобы он не переживал Ведь он Хочет меня обмануть Если я буду давать ему лишний повод Он беспокословно Меня поймает А так Я буду знать Где он И он Здесь Шесть в ряд Закуски Скорее всего Он прячется где-то сверху А вот и он Профессор Вы плохо прячетесь Верно Давай подумаем об этом логически Ты не можешь использовать Инфракрасные очки Чтобы найти меня Потому что я хладнокровен Так же ты не носишь очки И вы не похожи на человека Который использует устройство слежения Есть какой-то тип устройства слежения Что ж Это не сколько тип Сколько конкретное существо Вы имеете ввиду определенный вид? Я имею ввиду Тануки Она раздобыла Один год назад И начала прикреплять его Ко всему что движется Я не думаю Что она вообще записывала данные Ей просто нравилось наблюдать Как точка перемещается По сканеру А что с ним случилось? Ворота запустила Службу защиты данных А что? Он просто смотрел Через плечо Тануки На сканер А затем предлагал Сообщить нам Прикрепили К нам трекер В обмен на крышке Бутылок В любом случае Тануки извинила За то что увлеклась И я думаю что Она переделала Трекеры для какого-то Проекта телепортации Это работает Работает Она называет его Домашними животными Неужели? И не было Каких непредвиденных Последствий? Эм Не могли бы вы дать Определение последствия? Не нужно Ваш ответ говорит мне Что мне не нужно знать О! Я только что придумал Подумал Только муфляжные Загадки Я хочу попробовать Это немедленно Чтобы не терять Времени Вот вам подсказка Мистер детектив кот Ящерицы раньше Правили землей И будут править Снова Попомните мои слова На тех пор Есть WorldGag У магазина В котором я буду Еще больше Тупейшее мясо Я люблю Тушеное мясо Может быть Я побалую себя Миской Пока я жду Когда ты признаешь Своё поражение Но это не подходит Для моей подсказки Давай продолжим Ящерицы раньше Правили землей И буду править Снова Помни мои слова Но до тех пор Пока я свободу В Геку Магазин Где я буду Ждать вас Удачи котенок Он сказал WorldGag А значит Есть только одно место Он решил Ограбить магазин Геку Нельзя это допустить Кота Дневник 32 Нам нужно Остановить Опасного Профессора Хмельярти От призыва Гигантского Геку Он не должен Проснуться Город в опасности Кота Детектив Конец связи И вот вы где Ого Пожалуйста Скажи мне Что ты по крайней мере Находишь Каждый испытание Сложнее Я бы сказал Что они все Примерно одинаковые Я думаю Что они могут Стать легче Любопытный показатель Возможно Мне нужно внести Изменения Противоположные Моим предыдущим С еще Большим Энтузиазмом Тьфу В любом случае Я продолжу Совершенствовать Свои методы Вот следующая Подсказка До сих пор Я был Слишком Милосерден Так что Давайте Отправимся Куда-нибудь Более вертикально Я буду рядом С садом На крыше Мимо Стража Владеющего Водой Очень мило Но я не уверен Что вы так Произносите Слово Надзиратель Это Сегодня Удачи Кота Привет Этот портал Есть Сети Нам Мне нужно Перо Есть Что-нибудь Давай Идеально Нам нужно Отправиться Летим Останавливать Мариарти Отлично Мы ближе Чем я думал Надо Остановить Мариарти Ау Шейни Он там Я чую Его Детектив Кот Найдет Решение Я Кот Детектив Кот Я приближаюсь К цели Если я не выживу Мяукните На моей могиле Цель Не поле зрения На главном Зоне действий С водой Не вижу Пока Но Возможно Он контролирует Источник сил Ведьмы Надо проверить Кот Дневник Запись Журнал 35 Я нашел Профессора Мариарти Он хочет Завладеть Водой Китти Слава богу Ты нашел Меня Это не то Что вы Обычно Говорите Вы в порядке? Конечно Нет Никто Не должен Быть в порядке Здесь Это Женщина Сущий Кошмар Саду На крыше Все Что находится В миллиарде Миль От земли Я думаю Что это Немного Меньше Чем Это И есть Птицы Что Если они Узнают Искусство Странных Глаз Я буду Украден Улиш Мы Мы Должны Немедленно Покинуть Это место Котенок И Как В любой Чрезвычайной Ситуации Хамелеоны Должны Быть Эвакуированы Первыми Игра В прятке Закончилась О Черт Возьми Тебе Нужна Подсказка А не так Ли Пустяки Ты Всегда Можешь Просто Назвать Мне Место Нет Нет Давай Посмотрим К Эта крыша Была Плохой Идеей Переулок Поднимет Что-нибудь 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 В следующий раз Ты можешь Просто сказать Я буду В переулке Где Находится Клан Мафиози Котубацу А теперь Надо Выбираться Из этого места Чтоб ты Дама Больше не смела Работать С этим В Хамелеон Марте А теперь Нам надо К Якутце Есть только Одно Место Где он Может быть Это Склад Якутза Таун Ну как Мне туда Попасть Есть Ворота Но нет Меча Я вижу Профессора Профессора Хмельверти Он смеется Надо мной И думает Что я не достану Его Но он Не прав Ведь я Кота Джонс Я знаю Много путей И никто Со мной Не сравнится Здрасте Здрасте Святой Древний меч Катанский Я Кот Я парадикстан Врага И готов поймать Хмельверти Он не сбежит От меня Я готов Прийти Крайним Мерам Но я Все-таки Кот И должен быть Эстетично Прекрасен Нет Без оружия Нельзя Мариат Опасен Зайду К нему Сверху Он этого Не ожидает Я без оружия Умер Арчи На привет Хмельверти Вдохни Два Три Четыре Задержи Дыхание Два Три Четыре Пять Вы в порядке? Шесть Семь Выдохни Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Хотите Я оставлю вас Покоя? Нет Не оставляй Меня Я не понимаю Что это Еще за место? Было Еще выше Я просто хотел Покинуть крышу Так сильно Что я только что Выбрал Первую Достопримечательность Которую я мог Вспомнить Напрасно Прямо к ней Знак Яблочко Именно Это было Так больше Красное И Построе Но когда я приехал Ну Я кажется Запаниковал Китти Я даже Не пытался Быть невидимым Я просто дышал Пока Ты не покончил Ты действительно Молодец Хамелеарти Я никуда Не уйду Пока ты Не почувствуешь Себя в безопасности Однако Я думаю Нам следует Прекратить Играть в прятки Это не весело Если это Воспитает В тебе Страх высоты Это не страх Китти Это здоровая Степень Осторожности Перед лицом Неминуемой Смерти Я бы Не позволил Чему-либо Плохому Случиться С тобой Борярти Ты должен Понести Наказание По справедливости Ты бы Это не сделал Нет А что Если я Упал Пока Был Невидимым Или Была Взят Птицей Вы Не можете Увидеть Что Мне нужно Было Спасти Я мог Видеть тебя Все это Время Помнишь На самом деле Это Немного Обнадеживает Может быть Твои Страны Глаза Все-таки Полязны Что Напоминает Мне Остальное Еще Несколько Методов Эн Дисблинг Чтоб Попробовать Немного Ближе К земле Только Если Вы Уверены И Не Беспокойтесь О том Что Придумаете Подсказку К рифме Нет Я Хочу Один Часть Моего Процесса Ладно Так Ты Спустишься К берегу Реки Где Закутанный Волшебный Плащ Я Посмотрю Как Ты Охотишься Найти Меня Твое Самое Заветное Желание Только Не Отвлекайся На Рыбу Стученая Магия Это Долобни Дрожь Спасибо Я Хотел Чтобы Это Выглядело Немного Более Мистично Тебе Нужна Помощь Чтобы Спуститься Отсюда Нет Но Не Могли Вы Просто Побыть Там Минутку И Пободрить Меня Пока Я Занимаюсь Поиском Переезда Конечно У Получится Хабелён Я верю В тебя Я Горжусь Тобой А Теперь Надо Поймать Бариарти Он Побоялся Идти К Якудзе Это Хороший Знак Это Значит Что Мы Выигрываем Этот Бой Я Стал Кота Детектив Якудзе Рональдо Он Сказал У реки Кота Дневник Мариарти Решил Спрятаться У реки Он Видимо Решил Обрушить Мост Чтобы Испортить Пресную Воду Я Вижу Мариарти Я Сейчас Вооружён Мариарти Я Рад Видеть Тебя В Целости И Сохранности Спасибо Я Чувствую Себя Намного Лучше Но Даже Не Обращал Внимания На Ужасные Возвышенности Вся Эта Игра Впорядки Была Поясню Унизительным Опотом Вы Действительно Можете Победить Меня В Этой Битве Умов Мистер Кота Холмс Разве Это Было Было Плохо Я Имею Ввиду Я Мог Бы Пообещать Никому Не Рассказывать Если Хочешь Это Мило С твоей Стороны Но Я Все Равно Буду Знать Кроме Того Как Я Мог Называть Себя Единственным В мире Совершенно Неведимым Хомилиарти Знаю Что Я Мошенник Который Чисто Ворует И Даже Его Находят Вы Могли Б Использовать Одно Из Ваших Других Имен Невозможно Это Означало Переп Перепечатку Моих Визитных Карточек А я Только Что Заказал Новые Осталось Попробовать Только Одну Идею Я Буду Надеяться Она Лучше И Готовиться К Худшему Это Слишком Большее Давление Для Игры В Прятки Это Совершенно Нормальная Реакция Хамелеона Во время Соревновательных Игр Видели Бо Нас Когда Мы Играем Шахматы Теперь Вот Вам Подсказка Кота Холмс Рядом С небольшим Куглосуточным Магазинчиком Защитительные Хорошие Заперты Двери Вы Найдете Комна Где Отдыхают Люди И На этом Я Завершу Этот Тест Удачи Детектив Кот Запись 37 Профессор Мариарти Решил Ограбить Все Магазины Города Но Я Должен Его Опередить Если Он Понят Что Я Поймаю Его То Я Перестал Быть Кота Убийцей И Смогу Наконец Спасти Этот Мир Кота Дневник Запись 37 Я Наконец Нашел Подходящее Место Где Мариарти Может Устроить Нападение Мне Придется Работать Скрытно А Значит Я Должен Быть Незамеченным Продавщица В панике Она Не хочет Ни с кем Взаимодействовать А Значит Профессор Явно Уже Здесь Чтобы Не Подставлять Их Мне Нужен Найти Альтернативный Проход Прийти К нему Через Канализационную Сеть Или Через Вентиляции Будет Правильным Решением Надо Быть Осторожнее Не Переживайте Делайте Свою Работу Леди Я Постараюсь Выполнить Свою Птица Решила Мне Помочь Они Подсказывают Что Хамель Холюмиарти Здесь Приспешники Этого Хамеллиона Я был прав Он Прихорашивается Мы Узнаем Секреты Холюмиарти Я положу Это Здесь Ты Твои Странные Глаза Были Достойными Противниками Китти Я Потерпел Полное Поражение Спасибо Но я Действительно Не хочу Чтобы Ты Чувствовал Себя Плохо Нет Нет Я Научусь Жить Как Наименее Незаметный Хамеллен В мире Я научусь Смотреть На себя В зеркало И не видеть Ничего Кроме Неудач На самом деле Я начну Прямо Сейчас Что? Это действительно Я? Думаю Да Я Имею Ввиду Если вы Видите Радужную Ящерицу В шляпе То это То что Я тоже Видел Но Но Я торчу Как Большой Большой Палец Я Полностью Виден Почему Ты Так И Не Сказал Я Почти Уверен Что Это Единственное Что Я Говорил Вам Каждый Раз Мистер Бориарти Проблема Проблема Кажется В том Что Я Совершенно Другого Цвета Чем То На Чем Я Стою Давай Посмотрим Смогу Ли я Что-нибудь Изменить Вот Это Весело Это Так Здорово Я Тебя Совсем Не Вижу Ха Как Именно Вы Думаете Что Невидим Работалось Раньше Я Не Хочу Это Обсуждать Тем Не Мене Я Хочу Спросить Видишь Ли ты Меня По Прежнему Ты Знаешь С твоими Странными Глазами Не Вы Полностью Пропали Сэр Это Делает Эту Победу Моей Самой Видимой Хамелеона В мире Однако Шляпа Все Равно Может Выдать Ваше Бестположение Мариарти Да А Понятно Вы Хотите Сказать Что Это Осталось Отчетливо Видным Что Это Легко Решается Детектив Китти Вы 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 Чапка Мага Цилиндр Хамелеон Сказал Что Эта Шляпа Помогает Тебе Стать Невидимым Это Уже Работает Было Приятно Еще Увидимся Было Приятно Еще Увидимся Мистер Хамелеон Тоже Абсолютно Вы Абсолютно Не будете Нет Если Я Не Хочу Чтобы Вы Этого Сделали Получай Найдите Хамелеона Возвращение Хамелеона Кота Дневник Я победил Мариарти Хоть он И смог Овладеть Тайной Маскировкой Хушу Но Это Не важно Он Не вернется Больше В этот Город А Если Вернется То Я Об Этому Буду Знать Поэтому Я Могу Теперь Вернуться Домой На Крышу Дом Где Безопасно Дом Где Вкусно Готовят Надо Забрать Ну а теперь Наверх Полезть Уверен Я найду Много Вкусного И хоть Кота Она важна Сначала Надо Забрать Диск Umbrella Technologies Нет Надо Взять Диск Надо Восстановить Силы Еще Чуть Есть Детектив Кот Справился Диск 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 Тут и есть странный проход Надо осмотреться. Я слышу какие-то звуки ссоры. Детектив код должен быть на место преступления раньше, чем слышится что-то плохое. Есть кто? Гальф. Люблю Гальф. Таетное проникновение. Кат мажется. Шляпа с под салдухом, мой любимый цветок. Мы оба любим греться на салдышке. Здесь нет прохода. Ау. Я кот. Я смог найти экзот безопасности. А, чайник. А вот нелегальные птицы. А вот нелегальные птицы. Я не могу позволить никому увидеть меня такой. Секущиеся кончики моей шерстки. Мишки под глазами. Совершенно не симпатичная ситуация с усами. Ау. 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 идеально в отличие от некоторых влиятельных людей я не хотел это услышать обрывок вашего разговора ты в порядке буду рад если смогу выполнить свой список дел и просто нужно найти кота в шляпе для этого фото китти ты ведь кот абсолютно в этом уверен я и ты носишь шляпу достаточно ли это стильно это идеально вы можете использовать любой из балконных наборов тофи когда ты найдешь то что тебе нравится просто поговори со мной снова я кот но я политик политика сильнее меня а значит нужно быть умнее вот это идеально подойдет я идеально я создан был для этой работы мне нужно растянуть удовольствие можно мне тебя сфотографировать китти мне нужно больше времени чтобы готовить камеру я понимаю просто дай мне знать когда вы подготовитесь можно ли тебя сфотографировать китти конечно поехали вот так 3 2 1 это идеально позволь мне добавить нужные теги и я публикую это да вот так готово больше тебе спасибо китти на мгновение показалось что у меня снова случился срыв да без проблем быть моделью было весело что ж ты придожденный охотник как и большинство кошек жук и так что осталось в расписании дай мне подумать пожалуйста не принимай это близко к сердцу но я беспокоюсь о тебе еще бренде партнере а спонтанную поездку нужно спланировать мне все еще нужно присмотреть за комментариями к этой фотографии видите это то о чем я говорю черт возьми я даже не отправил жук когда у вас последний раз был свободный день один лол строительном дворе был этот цифровой детоксикатор я был без телефона целые минуты ты видел меня это был не перерыв я кошка и мы знаем о перерывах толк на самом деле сегодня у меня впервые в жизни есть список дел и я все еще включаю в него дверной сон и возню ого и не было никаких катастроф все было в порядке лучше чем хорошо а знаешь что вы абсолютно правы мне нужен перерыв тот который не включает панику строительном дворе фактически жук что это значит это не фото уличного стиля вы взяли это на моем балконе о нет она видела картину ты пытаешься заменить меня что нет тафи это моя подруга китти китти хотела помочь мне потому что я изо всех сил старался все успеть сделать столкнувшиеся с трудностями вы никогда не упоминали что ранее боролись всегда было так много дел у меня даже не было времени осознать что я борюсь пока мой друг не спросил все ли со мной в порядке что ж если ты отчаянно хочешь побыть немного доедине я могу бы отправить тебя выпить кофе я на самом деле думал о чем-то более существенным и без той части где я на поручении лол я полагаю что это возможно на самом деле если этот котенок хочет помочь он может заменить тебя пока тебя нет подожди что ты получаете свой перерыв и я получаю помощника это беспроигрышный вариант жук биттл ты еще там не могу ты попросить китти принести мне кошачьи учина с добавлением сливки хватит я имел ну достаточно но нет послушай меня ты сраная тофта флоффингтон кэгглс это абсолютно неприемлемое поведение раньше мне нравилось возиться вместе спробовать забавный стиль но мне больше не весело мне нужен перерыв мне нужно подумать о том что делает меня счастливым но я не могу сделать это если вы просто собираетесь баснуть моего друга вместо меня я я не думал об этом с такой точки зрения итак ты собираешься дать мне отпуск на целую неделю целую неделю целую неделю начинай прямо сейчас я и затем мы собираемся внести некоторые изменения гляди изменения до изменения ясно я ясно прекрасно прекрасно ясно она до прежде чем ты уйдешь на целую неделю в отпуск мой кот учина ни в коем случае вы в порядке мистер биттл вы слишком на нее орете о боже мой что за спешка ты меня слышал я все сделал большое спасибо за твою помощь китти это очень много значит да без проблем биттл ты знаешь чем займешься на этой неделе спьет и не испортится для меня довольно хорошо но сначала я думаю что пойду в кафе все эти разговоры о кошках учина заставили меня жаждать кофе звучит идеальный отдых пока котенок еще раз спасибо тебе я справился и я кот и я смог спасти своего товарища а теперь мне предстоит самый тяжелый подъем в истории а теперь аккуратно обратно на кота вершину но нужно быть поаккуратнее вот так здесь я нашел смотреть офицеру запись в дневнике кот вор не вор а ворон детектив не детектив детектив кот нашел ворона ворона ворю идет по его следу на вершину своей судьбы ворона ворона вот а и и И тогда все водопроводные трубы В городе начнут прорываться И хронология события нарушена Так что происходит это прямо сейчас Но вчера Я думаю, мне удалось склеить трубы обратно Но жевательная резинка не будет держаться вечно И в настоящее время весь город покрыт водой Привет О, это вы, сэр Китти Прости Я вас не напугал? Лишь малость Обычно Я никогда не вижу здесь Это просто Гекку и я Мне надо лизать назад Но это настоящий Гекку? Я не знаю Еще нет Наверное, лучшее, что я могу сказать Тарнуки Я буду сожалеть о том, что вы имели ввиду Когда вы говорили еще нет Но Это довольно простое упражнение Каждый день я прихожу сюда Чтобы пообедать И поболтать с Гекку Если он ответит, знаю Я, что он настоящий А что если Он этого не сделает? Что ж Мне все равно Нужно где-нибудь пообедать И подумать обо всем Почему бы не О прекрасном солнечном выступе? В этом есть смысл Ваш выступ очень похож на Мое место в окне Кстати об этом О да Удачи в восхождении Спасибо И удачи тебе с Гекку Спасибо Я дам вам знать Если он когда-нибудь Говорит Я кот Я победил Хмельярти Вернул мир и покой Кот Сити Но главное Я смог Открыть врат Овечности С помощью Тануки И помог Старому работяге Уйти в отпуск С работы Где его никогда Никто не ценил Жаль что я теперь Безработный кот А такова Кота судьба Надо лишь Свыкнуться с ней И двигаться дальше По Кота пути Я бронял диск О Блестяшки Надо быть аккуратнее С этим диском Тяжело Какой же красивый У меня город О А там собаки Я там вижу Вкусняшку Может я ее Потом заберу Китти 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 Как ты сюда попал Не спрашивая О таких вещах Это невежливо Но папа Твой затылок Почему взросление Должно происходить У тебя на затылке Потому что Этого Ты не видишь Что ж Я никогда Никому не позволю Увидеть мой затылок Я тоже Утят Навсегда Хочешь поплавать С нами Плавать В воде Фу В смысле Нет Спасибо Кроме того Мне нужно возвращаться Домой Ладно Может быть Другой раз А Пока котенок Китти Уезжает Пока пока Китти Пока пока Утята Приятного плавания А это моя Я не отдам Вкусняшку Надо отнести Диск Срочно Мы должны знать Что смогли У нас выкрасть А что еще нет Надо двигаться Вперед Аккуратно И осторожно Уйдите С моей дороги Гребные растения Вы мешаете Кото судью Это же у Натальи А привет котенок Что ты здесь делаешь Я возвращаюсь домой Я живу немного дальше Как у тебя дела Сейчас я чувствую себя Немного лучше Но пройдет Некоторое время Прежде чем Я приду в себя Я подумал Что воспользуюсь Своим способным Временем Свободным временем Чтобы встретиться С другом На ланчем Это выглядит забавно О Где мои манеры Это Поппи Рад познакомиться С тобой Поппи Она говорит Что тоже рада С вами познакомиться Что ж Да Самый приятного вам победа А мне нужно Продолжать восхождение А конечно Удачи котенок Увидимся Такая милая Поппи У вас славная Поппи Продолжение следует... Продолжение следует... Кода дневник, я обочил цели. Диск, нельзя забыть, диск. Столько стекляшек, столько вкусняшек, надо забрать всё. Надо придумать как-то забрать. Должен быть обходной путь. О, привет. Ай, снова здравствуйте, приятно видеть вас здесь. Так благодарен за вашу помощь. Я просто рад, что смог помочь. Чудесно, чудесно. Эм... Да. Да. Я не думаю, что вы видели моих детей недавно, не так ли? Определенно не главная проблема, вы понимаете. Я, конечно, не потерял бы у тебя дважды в один день. В любом случае, не снова. Не волнуйтесь, они в целости и сохранности, они нашли бассейн на одном из балконов. О, слава богу, я скоро пойду и присоединюсь к ним. Идеальная погода для небольшого купания, так и расслабляющая. Хочешь присоединиться к нам? Абсолютно и категорически нет. Вода наименее расслабляющая вещь во всей вселенной. Мяу! Но, спасибо, что спросили. Не за что. Счастливого пути, котяток. Ах. Но мне нужно... Забрать вкусняшки. Ау! Ааааааааааааау! Тадылки! О. Кототневник. Мне нужно снова забираться на Боя Натальи. Но с другой стороны Я могу Попрощаться с собачкой своей Хочешь запрыгнуть внутрь? Пожалуйста Енот говорил Что есть что-то, что может уничтожить мир Надо проверить трубы Пес Я хотел с тобой попрощаться Ты сделал это, маленькая картошка Спасибо, спасибо Да не за что Я увидел это место Если бы не инцидент С Потерянными Шайни Я бы сюда, наверное, не стал бы идти Но коль уж так повернулась судьба Детектив Код обязан ее реализовать А вот и подзаветный кусочек Крабовая шляпа Шляпа на случай Если я не захочу залезать Из своей скорлупы Это полезно было Добыча Но пора Возвращаться Что? Куда эта птица полетела? Неужто здесь есть тайник? Надо проверить Кое набилие У птиц есть тайные замыслы Надо попытаться их остановить Вот что боялся Хмель-Миарти Птичья мафия КОНЕЦ Последнее место Обитание Птичьего дозора Маленькая шляпа дьявола Это моя озорная шляпка Надо придумать Как мне попасть туда И не упасть С большой высоты Это риск Но риск Мяуправдан Они услышат Надо разобраться Быстрее Ещё Одно страшное дело Раскрыто А теперь эвакуация Раскрыто Я столом сюда залез Стойте Это уточка? Неужто опять из них потерялся Надо найти его Надо спасти Малыш Надо спасти Итак, кот Всё очень просто Тихо лезем Видимо, кошка И преступление звезды И преступление звезды Иди сюда Мы тебя спасём Мы тебя спасём Тихо лезть Тихо лезь Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, вот тут я, кажется, смогу достать блестяшки. Есть идея. Ау. Она должна быть прямо подо мной. Я не смог допрыгнуть. Это слишком рискованно. Не будем тратить время на бесполезные деньги. Катлодективу не нужны деньги. Ему нужен хозяин. Работающий в Umbrella Tech Inc. Работающий в Уmbrella Tech Inc. Работающий в Уmbrella Tech Inc. Я ведь мягкий кот. И пусть я кот, но я мягкий. Привет, котик. Что? Брисом, заклад, ты меня не видел на этот раз, да? Ух ты, я действительно этого не делал. Не видел тебя, профессор Хмельярти. Потрясающе. Часто говоря, быть невидимкой это так весело. Я все еще не уверен, что по твоему мнению, раньше означало быть невидимым. Как бы то ни было, теперь, когда моя невидимость доведена до совершенства, я начал пытаться работать над этим страхом высоты. Итак, я вижу, как ты себя чувствуешь. Что ж, я очень рад вас видеть. И дыхательные упражнения сюда помогают. Медитация, все такое. Тем не менее, я думаю, что пропустил заклинание перемещения, потому что немного нервничало. Так что теперь, когда я остановилась, чтобы посмотреть, я имею в виду, мы очень высоко, Китти. Хотите, я успокою вас, пока вы переезжаете куда-нибудь пониже? Слава богу, да. Хмельярти, у тебя это есть. Просто сделай дыхание и сосредоточься на своем переезде. Вы делали это сотни раз, и это ничем не отличается. Понял? Ты лучший котик, пока. Он исчез. Но обещал вернуться. Осталось только донести диск. Его я положу сюда, на случай, если мы его потеряем. А вот и дом. Милый дом. Привет, Китти. Денисена. У меня для тебя подарок. Какой? Держи. И давай же мы назовем тебя. А назовем мы тебя. Мой маленький пушистый дружочек. Умбрэлла. Тач. Тачка. Инк. Персонализированный ошейник. В чем написано Умбрэлла Тач Инк? Это я. Грунток. Ты сделал это? Я сделал это. И посмотри. Мой человек подарил мне подарок. А что там написано? Это мое имя. Подожди. У тебя все это время было имя? Мне нравится это. Мой Кроуфорд Кроуторп Третий. О. Мне следует называть тебя так вместо ворона? Нет. На самом деле я настаиваю, чтобы вы этого не делали. Так. Эм. Это прощание? Что? Конечно нет. Ты можешь приезжать и навещать нас всех, когда захочешь. На самом деле, поехали прямо сейчас. У тебя еще куча дел. Нужно найти блестки. Подарить их отличным друзьям-воронам. Хе-хе. На самом деле, я прямо сейчас отвечу кое-что на твоей карте. Чтобы вы о них позаботились. Я проверю их через минуту, Кроу. Но сначала... Во-первых, я хотел бы насладиться своим любимым местом для сна во время погромного... Во всем громном городе. Понимаю. Скоро увидимся, ворон. Определенно. Не забудьте о блестках. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok